МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными новостями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня глава республики проинспектировал строительные объекты. Михаил Игнатьев побывал на месте будущей развязки по улице Фучика и ознакомился с реконструкцией Московского моста. Руководители региона интересовало, успеют ли подрядчики сдать объекты в срок. Подробности в следующем материале. Строители Московского моста приступили к самому сложному этапу работ. На площадке уже установили две основные опоры. На новый уровень подняли земляное полотно. Пока подрядчики работают по графику. На опоре номер 8, после выдержки всех технологий, сейчас происходит как раз бетонирование четвертого этапа. Трибель, конструкция и все. Дальше можно класть пролетное строение на опоры. Всего 8 опор, да? 9 опор. 9 опор. 7 промежуточных и 2 крайних. Темпами работ глава республики остался доволен. Движение по первой части нового моста должны запустить в начале следующего года. Должны были движения на мосту закрыты. По мерам безопасности были соответствующие подписания. Мы не могли находить источник. На самом деле, с учетом празднования 100-летия образования Чумарской автономии и 550-летия образования города Чепоксары, нам удалось войти в федеральную программу. Мы по распоряжению правительства Российской Федерации данный объект реконструкции Московского моста защитили. И на самом деле, вы видите, объект уже строится стоимостью 1 миллиард 570 миллионов рублей. Возвести вторую часть моста намерены через два года. В будущем здесь появится сразу шесть полос, по три в обе стороны. Они должны разгрузить поток машин. Станет меньше пробок и на улице Богдана Хмельницкого. Строительство новой развязки выходит на финишную прямую. Ввести объект в эксплуатацию намерены до 1 сентября. Но в будущем на этом участке планируют возвести и двухуровневый путепровод. Это значит расширение самой Богдана Хмельницкого и Лифучика. И в дальнейшем, то же самое местизный проект, это и около кольцов не должно быть, то же самое. Он тоже с двухуровневой дорогой и уходим на тот мост. Тогда по улице Гагарина от северо-западного до... В перспективе, отметил Михаил Игнатьев, предстоит начать реконструкцию Сугутского моста. Текущий ремонт уже не дает ощутимого результата. Медрик Ковалев, Олег Якимов, Эндрис Передонов. Республика. Благоустройство у столицы республики и муниципалитетов посвящено и очередной выпуск программы «Наша республика. Главная тема». Государственный совет Чуваши утвердил отчет об исполнении бюджета республики за 2015 год и внес изменения в различные законопроекты. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Доходы казны в 2015 году составили 37 миллиардов 122 миллиона рублей. Расходы 40 миллиардов. Была проведена серьезная работа по реализации антикризисных мер и обеспечению поступлений доходов, оптимизации расходов и снижению дефицита республиканского бюджета. В результате удалось стабилизировать доходы и обеспечить исполнение принятых обязательств. Парламентарии Чуваши рассмотрели и проект закона о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и трудового права. В нем определен порядок проведения плановых и внеплановых проверок, права и обязанности проверяющих, условия устранения нарушений трудового законодательства и ответственность руководителей. С отчетами о работе перед Госсоветом выступили председатель Госкомитета по имущественным и земельным отношениям и уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике. Детский омбудсмен Вячеслав Рафинов отметил, что в прошлом году от жителей Чувашии поступили 843 обращения. Большая их часть касалась образования и воспитания детей, нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сессии Госсовета парламентарии приняли отставку депутата Дмитрия Евсеева и вручили ему благодарность спикера Госдумы России Сергея Нарышкина. Депутат от КПРФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике агропромышленному комплексу и экологии Госсовета, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Дмитрий Евсеев сдал свой мандат. Ранее Дмитрий Евсеев сложил себя полномочия руководителя фракции КПРФ в Государственном совете в связи с выходом из партии. Поводом для этого послужили его разногласия с лидером чувашских коммунистов Валентином Шурчановым. Дмитрий Евсеев намерен продолжить депутатскую деятельность в Чебоксарском городском собрании депутатов, где освободился мандат Алексея Лапина, тоже, кстати, из фракции КПРФ. Напомним, его полномочия прекращены досрочно из-за вступившего в силу приговора по делу о мошенничестве. Государственная поддержка химической промышленности будет увеличена. Перед предприятием «Метр» состоят задачи освоить новые виды продукции и в разы увеличить экспорт. Реализовать эти планы поможет программа импортозамещения. Перспективные проекты сейчас выбирают и в недавно созданном Фонде развития промышленности. Будущее российской химической индустрии представители федеральных министерств обсуждали в Новочебоксарске. Наградообразующим предприятиям сейчас реализуют новую стратегию. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на непростую экономическую обстановку, химическая отрасль вырывается вперед. Спрос на российскую продукцию повысился и за рубежом. По итогам прошлого года экспорт в разы превысил импорт. Индекс промышленного производства составил 103,9%. То есть это достаточно существенный рост в сравнении с другими отраслями. Мы утвердили в январе 2016 года уже новую актуализированную стратегию развития химической и нефтехимической промышленности до 2030 года. Одно из точек роста на краткосрочную перспективу мы выделяем в том числе это и производство кальцинированной соды. Инвестиционные проекты реализует и предприятие Республики. Только на химпроме в ближайшие годы намерены увеличить выпуск ацетона, анила и хлорметана, а также создать совершенно новое для России производство гипохлорита кальция. Этот реагент используют золото добычи для нейтрализации цианидов, но закупать его приходится в Китае. Городообразующему предприятию уже удалось потеснить конкурентов на зарубежных рынках. Мы начали конкурировать с Китаем на рынках европейских и ацетононил, хлороформ, метиленхлорид, Индия, Пакистан и другие страны. Но самое главное, мы в этом году подошли к тому, что мы начали конкурировать с Китаем на его рынке. И у нас сейчас появились проекты, где мы обсуждаем с китайцами, где они заинтересованы переместить производство сюда, для того, чтобы поставлять на китайский рынок. На химпроме, отмечает председатель кабинета министров, расписана поэтапная стратегия развития. Первые крупные инвестиционные проекты здесь начали реализовывать в прошлом году. В 2014 году произошла девальвация рубля, более доступны стали внутренние и внешние рынки по химической продукции химпрома. И, соответственно, это дало возможность уже собственникам принимать решение по такой практической реализации проектов. А в перспективе наградообразующим предприятиям планируют привлечь более 900 миллионов рублей инвестиций. То, что мы сейчас увидели в рамках тех проектов, которые здесь презентованы, это действительно мы видим проекты, которые уже вот-вот будут завершены и совершенно реальными результатами. В принципе, сейчас для предприятия понятно определяться в рынках и действительно рассчитывать на какие-то меры поддержки. Чтобы решить вопрос о каких-то таможенных режимах, по поводу налоговых режимов по НДС, эти вещи вполне можно обоснованно заносить. Перспективные проекты выбирают и в Федеральном фонде развития промышленности, тем, кто проходит отбор, помогают привлечь льготные кредиты. В этом году объемы финансовой поддержки будут увеличены. Сейчас на нее претендуют и предприятия республики. На сегодняшний день от республики 15 предприятий заявило о очень сложности 25 проектов. Из них два проекта заявила компания «Химпром», где, собственно, мы сегодня находимся. И один из проектов по производству глифосата, он прошел все стадии, получил одобрение. Но в силу, так скажем, меняющейся ситуации на рынке, то есть компания взяла паузу. В прошлом году было 20 миллиардов федеральных субсидий в виде займов выданы. И в этом году у нас будет порядка 23 миллиардов выданы. На федеральном уровне готовы оказывать и поддержку предприятиям, делающим ставку на модернизацию. Сейчас высокий износ оборудования – главная проблема отрасли. Предприятие, которое уделяет развитию и внедрению новых технологий, реализации новых проектов для республики, приоритетное, соответственно, мы всегда взаимодействуем. И вот с «Химпром» у нас как раз в этом направлении есть ряд проектов. Само состояние промышленной безопасности за последние два года, да, видна тенденция, динамика. Собственник предприятий вкладывает определенные финансы в промышленную безопасность. Это экспертизы, здания, сооружения, это трубопровода, технические устройства, это замена оборудования. Рентабельность продукции химических предприятий страны будет увеличена в ближайшие годы, уверены эксперты. В городе «Спутники» реализация инвестиционных проектов поможет создать более 200 новых рабочих мест. Медрик Валёв, Эндрис Передонов, Республика. Юным жителям Ядрина в честь Международного дня защиты детей подарили большой праздник. Даже взрослые смогли почувствовать себя детьми. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Не первый год такие праздники организует заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов совместно с работниками одного из ведущих предприятий города. Нынче праздничная площадка едва вместила всех желающих. К своим сверстникам в гости приехали мальчишки и девчонки из Красночитайского района. Тут такая прекрасная, веселая, праздничная атмосфера. Детям все очень нравится. Дегустация. Тут много всяких сладостей, развлечений. Спасибо за хороший праздник. Очень весело, очень хорошо. Считаю, что на высоком уровне. Всем участникам торжества предложили окунуться в атмосферу детства. Для них был установлен большой красочный батут. Для ребят выступали аниматоры, фокусные кростовые куклы. Особую восторг у детей вызвало шоу мыльных пузырей. Площадку заполнили переливающиеся шары всех размеров. Конечно же, мы понимаем и сознаем, что будущее, наше будущее, будущее нашей родной Чувашии, Российской Федерации, это дети. И насколько они будут здоровы, счастливы, и насколько будут в благоприятной, счастливой какой-то атмосфере воспитываться и расти. От этого зависит и конечный результат. Мария Леончик, Республика. Таким был этот вторник. Глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин